Накануне в Кедровом в кадетском корпусе кадеты принимали присягу, трогательное мероприятие, которое могло и не состояться. Вплоть до прошлой недели директор корпуса решал вопросы с отоплением помещений. Огромное количество вопросов накопилось у региональных властей, главе администрации Кедрового. Заложниками денежных разборок могли стать дети. Сейчас ситуация нормализовалась и находится на контроле в Совете Безопасности Края. Кедровый кадетский корпус был создан в 2002 году на базе расформированной ракетной дивизии для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Спустя 11 лет работы в учреждении обучается 302 кадета в возрасте с 5 по 8 класс, в том числе поступивших по собственному желанию. На минувших выходных для будущих военнослужащих состоялось торжественное мероприятие. Воспитанники кадетского корпуса принесли присягу Отечеству, а лучшие представители были награждены дирекцией корпуса. За хорошую учебу, хорошую дисциплину, активное участие в общественной жизни роты и корпуса присылает специальное кадетское звание вице-сержант. Митя Александровна. Я по-русски прошу, мы взаимодействуем. Служу отечеству кадетского корпуса. Дай строй. Есть. Мероприятие прошло в лучших военных традициях. Перед тем, как каждому кадету выпала честь произнести присягу, представитель церкви напомнил юным патриотам, как важно каждое данное ими слово, а особенно принесенное клятво. Господь сказал, что за каждое праздное слово мы дадим ответ. Вообще за всякое слово мы дадим ответ. Тем более за наши клятвы, за наши торжественные обещания. Самой волнительной частью для кадетов стало, несомненно, принесение присяги. Это официальная клятва, произнеся которую кадет несет ответственность за все свои слова и поступки, уже как представитель государственного порядка. Ребята, несмотря на волнение и свой юный возраст, справились как нельзя более достойно. Вначале сказали, что надо будет учить, а мы как бы выучили, но боялись, что мы как бы из-за волнения потеряем. Ну то, что это не забудем. А сейчас ты волнуешься? Ну-ка сейчас скажи клятвам. Я кадет Соболев клянусь быть преданным Родине, стать достойным патриотом России. Изначально предназначенный как одно из учреждений для поддержки и развития детей, попавших в асоциальную общественную среду, корпус прошел множество трудностей. В первые годы работы не всегда хватало терпения и выдержки заниматься образованием кадетов, у которых просто отсутствовали элементарные навыки воспитанности, прилежания и культуры. Но спустя десятилетия кедровый кадетский корпус развился в учреждения, обучающие лучших представителей молодежи, достигающих успехов во всем – творчестве, учебе, спорте. На сегодняшний день наши ребята участвуют в олимпиадном движении, в школьном этапе, также во всероссийском краевом этапе. На сегодняшний день у нас самая сильная команда по рукопашному бою. Несмотря на успехи заведения и его учеников, уже на протяжении года кадетский корпус терпит неудобства, связанные с энергоресурсным обслуживанием. Здание, в котором живут более 300 детей, все лето простояло без горячей воды. А глава администрации поселка вплоть до прошлой недели регулярно давал указания отключить в корпусе отопление. Я вам могу открыто сказать, что руководитель кадетского корпуса вводит в заблуждение. И вводит в заблуждение не только средства массовой информации, а еще и другие надзорные органы. Однако в Совете безопасности края совещательном органе при губернаторе рассудили по-другому и обязали все перебои в энергоснабжении корпуса устранить. Сложившаяся ситуация была вызвана тем, что на протяжении текущего года несколько раз менялись ресурсоснабжающие организации, которые при заключении договора не устанавливали тариф оплаты. Как результат, у корпуса накопилась 4-х миллионная задолженность, которую они готовы оплатить, как только будет установлен соответствующий тариф. Благодаря вмешательству губернатора Красноярского края вопрос решен. И я думаю, что в дальнейшем у нас таких проблем возникать не будет. Позиции администрации, будучи осведомленной, что в корпусе живут дети, и с периодической постоянностью отключающая сибирскую осенью отопление, по меньшей мере непонятно. Хочется верить, что денежные разногласия больше не затронут ни в чем неповинных ребят, которые с детства знают, что такое патриотизм, и видят свою дальнейшую жизнь в защите Родины.